Жители и гости городского округа Люберцы окунулись в мир русских традиций. В парке Наташинские пруды состоялся фестиваль «Народные потехи». Праздник в славянском стиле каждый год проводят представители молодежного клуба. Этот фестиваль стал седьмым по счёту. Звучание гусли сегодня услышишь достаточно редко. Разве что на деревенском празднике или на концертах фольклорных ансамблей. Жители Люберец насладились звуками древнего музыкального инструмента в парке Наташинские пруды. Мы услышали в окно, что есть такой праздник, и все прибежали сразу. Пока взрослые слушают народную музыку, дети знакомятся с русскими играми и забавами. Вот как развлекались на Руси без гаджетов и интернета. А вот другая игра, точнее игрушка-кубарь. Историки уверены, что такая забава пришла к нам от первобытных людей. Движения для закручивания юлы похожи на те, которые необходимы для добывания огня. Этот деревянный волчок использовали на Руси с древнейших времён. Да, наша народная игра, даже Пушкин про неё писал. Что мы делаем? Мы запускаем кубарь. Вот он у нас крутится. И дальше к нотикам его подгоняем. На этой же площадке проходят мастер-классы для детей, которые хотят научиться делать своими руками различные сувениры. Расписывать деревянные заготовки так, как это делали в древние времена. Сейчас расписываем декоративную досочку по жестовском стиле. Жестовский стиль характерен чёрным фоном и цветочной композицией на нём. Идейный вдохновитель фестиваля – молодёжный клуб городского округа Люберца. Впервые такой праздник прошёл в 2014 году. С тех пор он стал традиционным и ежегодным. Исключение было лишь в пандемийном 2020-м. Радует то, что мы привлекаем именно народной музыкой это всё. То, что люди интересуются, то, что люди приходят, то, что люди, несмотря на погоду, несмотря на дождь, на изморозь. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, поэтому мы рады, что людей сегодня здесь много. Проведение таких праздников – ещё один способ напомнить молодёжи о своих корнях и культурных традициях. Главная цель организаторов фестиваля – сохранить уникальную самобытность русского народа. Луиза Игиазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.